К другим темам. В исправительной колонии номер 11 города Бор состоялась встреча митрополита Нижегородского и Розамасского с осужденными. В рамках мероприятия архипастер ответил на десятки вопросов, касающихся духовной жизни христианина, устройства церкви, ее взаимоотношений с обществом и государством. Кроме того, владыка Георгий приветствовал инициативу осужденных организовать в колонии курсы церковного пения и обещал оказать в этом помощь. Я хочу выразить огромнейшую признательность и благодарность владыке Георгию за то, что он в своем плотнейшем графике нашел время, чтобы приехать сюда и ответить на интересующие вас вопросы. Быть может, лучше всего человек познается в хорошем разговоре. Владыка Георгий встретился с теми, для кого каждая возможность поговорить по душам – памятное событие. Тем более, если это беседа со священнослужителем. Осужденные Борской колонии номер 11 давно ждали этой встречи и подготовили множество вопросов о духовной жизни, священном писании, взаимоотношениях с окружающим миром. Я очень счастлив, что митрополит оказал нам такую большую честь и прибыл к нам для того, чтобы ответить на те вопросы и чайни, которые у нас имеют место быть. Те вопросы, на которые он отвечал, они были максимально развернуты, максимально понятны. Вы сегодня могли это сами все видеть. Какой зал был, порядка ста с лишним человек. И все сидели с трепетом, слушали, внимали. Никто никого не перебивал, не выкрикивал. И задавали вопросы, которые люди интересовали. А интересовали их вопросы, естественно, которые мучают, терзая душу, какие-то сомнения. Для того, опять же, чтобы спастись. Помимо таких глубоко личных вопросов, осужденные обратились к владыке с конкретными просьбами. Все верующие колонии надеются на более тесное общение с Нижегородской епархией. Мы задали вопросы о возможности духовного образования. Конечно, мы такую возможность предоставим. Сегодня мы привезли им целый набор книг из нашей библиотеки и духовной семинарии по толкованию священного писания. Появилось желание у людей изучить глубоко церковное пение, церковную традицию певческую. Я думаю, что тоже мы в этом будем оказывать им содействие. Осужденные ждут нового приезда архипасторя. Теперь уже на общую молитву. Владыка Георгий пообещал им возглавить божественную литургию в местном храме в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Верующие 11-й колонию уверены, что это событие укрепит их на пути к исправлению и очищению сердца. Редактор субтитров А.Семкин